Постараемся вместе с вами разобраться с вопросом, прощаются ли грехи на исповеди. Ответ – да, прощаются абсолютно все, любой тяжести грехи, моментально, сразу как только человек пришел и покаялся. Но важное условие, что человек этот грех осознал, что он не просто думает, ой, ну, у меня есть такая возможность некий ритуал провести, и я от греха избавляюсь. А человек пережил это, понимает, что грех и мучу, что он готов с ним бороться, его не повторять, он свидетельствует Господу о своем раскаянии, Господь сразу прощает. Однако надо вспомнить притчу о двух взаимодавствах из Евангелия. Помните, как у царя был должник, который был ему должен миллион талантов, миллион долларов или десять миллионов долларов, и у него этого не было, чем воздать. И царь говорит, ну все, в долговую яму тебе. А человек попросил, и Господь жалился. А потом этот прощенный должник пошел из собственного должника, из него жалкие копейки вытрясал. И Господь разгневался и спросил по всей строгости. Точно так же и мы, конечно, если мы каемся, Господь сразу прощает нам наши грехи. Однако, если мы не готовы прощать тех, кто у нас просит прощения, тех, кто у нас просит нисхождения, если не готовы смело отнестись, то, как Господь простил, так он может это обратную вину вернуть. Кроме того, надо помнить слова порока притичи и крестителя Господня, на который он говорил фарисеям. Порождение ехидного. Что вы бежите будущего днём? Сотворите достойный плод покаяния. Плод покаяния. В момент разрешительной молитвы, и после того, как человек крестик, Евангелие поцелует, это не значит момент окончания покаяния. Можно сказать, человек сначала кается, потом некоторые вершины, это вот таинство исповеди после покаяния и осмыслений. И потом надо жить так, чтобы оправдать вот это прощение, которое нам дарует Господь. Ему, причём не только даже оправдать как-то разово, а соответствовать этому прощению. Так можно сказать, на условно-досрочном освобождении от грехов. То есть, пока в Царствие Небесное не попали, не расслабляемся. Да, я вот, понимаешь, я такой грешник, да, сейчас, может, я и чем-то лучше вот окружающих людей, которые рядом со мной, они меня раздражают, но у меня, мои грехи меня дают. И поэтому я всё равно и здесь уступлю, здесь какое-то несчастье не справедливость понесу, как заслуженную расплату за свой грех, отнешусь вот к смирениям, к тому, что Господь мне выдает. Тогда, действительно, мы подтвердим, что мы заслужим того прощения, которое Господь нам в исповеди даёт сразу.